Дорогие сестры, поздравляю вас. От всей души, правда, поздравляю вас. Это не дежурные слова, как мы часто любим говорить. Действительно, это очень значимый праздник для всех нас. И вначале я хочу сказать, чтобы отпали все вопросы, почему здесь рыбка стоит. Потому что у многих возник такой вопрос. Здесь же церковь, причем тут рыбка. Ну, во-первых, не только крест символ христианства. Помните, первые христиане, они когда собирались, они рисовали всегда, они же все рыбаки в основном были. И где они собирались, там они рисовали знак рыбы. Можно было смастерить рыбу из чего-нибудь, из плодов. Или из печи, из хлеба. Или нарисовать. Наш Господь, живой Господь. Наша вера, она живая вера. Наша церковь, она живая церковь. Она не собрана из какой-то мозаики или из печеной. Она живая. Посмотрите, эта рыба, она большая для этого аквариума. Это такое маленькое пророчество для нас. Оно не маленькое, но мы живы. Чтобы стены нашей церкви также были малы для нас. Аминь. Вы поняли, о чем я говорю? Чтобы нам так же было тесно в нашей церкви. Чтобы эти стены, они не отмечивали. Я не имею в виду, а в духовной церкви. Я имею в виду именно стены. Хорошо. Пусть Бог нас благословит. И Он сегодня будет благословлять. И Он уже благословит нас. И он еще не знал, что брат Гарри будет молиться. Вот я вчера, вообще вчерашний день, я весь так размышлял. И я так думаю, подумал, что, наверное, к месту будет сказать, что, может быть, кто-нибудь ожидает сегодня чудо от Господа. Потому что, знаете, если сказать, что мы каждый день от Господа чудо ожидаем, нет. Мы как-то в нашей жизни забываем вообще, что Бог дает чудеса. И вы знаете, чтобы получить чудо, нужно еще ожидать этого чуда. Если мы будем забывать, что Бог наш есть Бог чудес, мы уменьшим будем в жизни чудес видеть. Но когда мы будем ожидать каждый раз от Него чудес, каждый раз, тогда мы будем больше видеть чудес в нашей жизни. Аминь. Сегодня праздник Жапы. И, конечно, мы готовились, видите, да? Такие красивые плоды. Так все украшено красиво. И вот я прочитаю одно местописание в исходе. 23 глава. И вообще, знаете, если мы почитаем еще левит, 23 главу, там Господь написано, Господь говорит, «Это Мои праздники». И он перечисляет там все праздники. В левите 23 главе. И там жатва тоже сказана. И еще, чем жатва, знаете, очень примечательно, там же в левите написано, что там в этот праздник приносился в жертву козел, и закрыт всего народа. Ам, азэ мой, алэс тхан. Да, коза, да. Тхан. Я хочу немножко другую. Тут написано, в 16-м цехе, «Наблюдай праздник опресного в 15-м и 16-м. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Метерус Метер, это дайцей утреза с аулию, и шинь, 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 нау, тапки, и са. Радцт, анаши, даги, теса, саблет, утреза с аулию, крепится тельта вис металлус, рот за моист, моист, и шинь, нау, шинь, нау, шинь. Вот слово, братья и сестры, «наблюдай праздник». Обычно народ, обычно народ, он веселится, и обо всем забывает. Веселье затмевает глаза, а Господь хочет, чтобы мы не только радовались и веселились, но еще и наблюдали. Потому что это такой праздник, что там есть, что наблюдать. Бог, говоря эти слова, Бог, когда говорит нам эти слова, хочет, чтобы мы, когда смотрели, вот на эти плоды, брать, чтобы мы вспоминали, что это все дает нам Бог. И посмотрите, здесь всего лишь маленькая часть, то, что Господь как заботится, как Господь заботится о нас. Это все для нас, чтобы мы кушали, насыщались, для нашей жизни. Что еще можно, зачем еще можно наблюдать? Вот поговорим немножко об этом. Можно еще знать, человек, когда приносит вот эти плоды и смотрит на них, он вспоминает, что сел того, всего лишь маленькие семена, всего лишь маленькие семена его труда. И вот благодаря тому, что Бог, Он любящий и милосердный, из этих маленьких семян мы можем получать для себя вот такие прекрасные плоды. Ведь эти семена, когда они маленькие, они друг от друга мало чем отличаются и мало могут принести нам пользы. Они немного нам могут пользу принести. Но когда свою руку туда прикладывает Бог, тогда мы можем много получить. и вы знаете, я такую притчу хочу рассказать. Она тесно связана с жатвой. Одной простой женщине, христианке, приснился сон. Она приходит в магазин, где продавец Христос. И она обращается к нему, говорит, дай мне, пожалуйста, много любви, много милосердия, много добрых дел, много веры, и всего, что она попросила, говорит, дай мне много, 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 много. Христос сказал хорошо, пошел к себе в подсобку, это притча про образ, и приносит ей маленький коробочек спичечек. И дает ей. Она говорит, это все. Как вы думаете, что Христос ей сказал? Как вы думаете? Он сказал, ты разве не знаешь, что я даю только семена? Когда мы можем наблюдать этот праздник в жатвы, когда мы наблюдаем этот праздник, мы также можем видеть, да, то, что посеянное Господом у нас вот эти маленькие семена, как они изращиваются в нас. Как мы удобряем, как мы вытаскиваем эти ненужные сорняки с нашей духовной жизни. То есть, в нас, в нас, в нас, в нас, в нас, в нас. Благодаря вот этим фруктам и овощам, смотря на них, мы можем анализировать себя. Какие красивые плоды Господь дал мне? Какие же красивые я должен принести ему? Зачем еще можно наблюдать? можно наблюдать за делами рук своих, за тем, что мы сделали? И в этом видеть дела Божьи и заботу Бога. Видеть величие Бога, и осознавать свою ничтожность перед Богом, то есть зависимость постоянную от Бога. Помните, помните, помните зависимость? Христос говорит, да, если не будет, не умолитесь, не будете, как это дитя, не войдете в Царство Небесное. Мы много говорили об этом, да, и там разные примеры приводили, почему именно, если мы не будем как дети. Но еще у детей есть постоянная зависимость от взрослых. Если оставить заботу взрослых, то дети, они не выживут. Так же, и мы должны понимать, наша зависимость от Бога постоянно не зависит. Мы не можем без Него, мы не проживем, мы не просуществуем через Него. Если говорить о полноценной жизни, если говорить о существовании, то можно, знаете, в миру так говорят, без Христа можно жить, но умирать никак нельзя. еще можно знать, зачем наблюдать. Что мы сеяли в нашей жизни? вот как мы все вот эти плоды, да, и мы их собираем, смотря на это. Что мы будем пожинать? Что мы будем пожинать? Потому что Христос говорит, «Размою к этим, Дух Святой через Писание» «Смотри, кто как строится». Потому что Господь придет и проверит дело каждого. И знаете, как написано, «Чье дело устоит?» и что-то тот человек получит. Что мы получим, братья и сестры? Так написано, «Награду». «Награду». Не написано, «Смотри, кто что строит». Написано, «Смотри, кто как строит». Потому что что строит, нам дает Христос. И у нас у всех одно умирение. Мы строим Царствие Божие на этой земле. И распространяем но вот как строишь? То есть, твоя награда и моя, она не будет за то, что я проповедую Евангелие? Или делаю там добрые дела? А вот награда будет тогда, когда Господь проверит, если мое дело устоит. Хорошо за этим понаблюдать, братья и сестры, в праздник жадр. И вот у израильского народа это был веселый праздник. И евреи радовались и веселились. Но когда пришел Христос и сказал такие слова, шатва, шатва и кончина век. И теперь, и теперь мы, когда уже прошло столько времени, для нас уже это не только радостное чувство, как разное. это смешанное чувство, братья и сестры, то есть и чувство радости, и чувство большой ответственности. потому что, если жатва это есть кончина века, тогда с чем представлю я пред Бога? что у меня будет в руках? Какие мои воды? Чуть-чуть почитаем с Нового Завета пару стихов Иоанна. Тут написано такие слова. Смотрите, братья и сестры. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам. И у неба мастер-липе у правовы чайни мала до санкмарисия четвись восьмой, да? Христос が он 16 16 16 19 15 40 40 40 40 Спасибо. 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 Плод веры, и еще один такой плод, он тоже можно было бы присоединить к плоду христианской жизни, но я его особо выделю, это плод уст наших, плод уст наших, евреян, в нашей главе, как написано. И вот во всех этих сферах мы должны приносить к Господу плоды, я не буду сейчас обо всех этих говорили, это много и недолго, и пусть Бог нас сегодня благословит, братья и сестры. Потому что жатва, это награда за труд, жатва это благословение Божие, жатва это кончина века. И жатва это еще также про образ правосудия, как люди говорят, да, Он пожал то, что Он посеял, то, что типа Он заслужил. И поэтому, когда придет наш Господь, братья и сестры, самое главное в нашей жизни, чтобы мы, когда Бог будет проверять, а Вам написано, дело каждого, чтобы то, что мы строили, всю нашу жизнь, когда Бог проверит, и мы возрадовались, потому что мы увидим, что наше дело, оно устояло. Пусть Бог нас благословит, аминь. Аминь. Аминь.